Всем привет, это Екатерина Шумила и вы смотрите блог на Политека Ньюс. Сегодня в Мариинском парке Киева президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам прошедшего года. У журналистов была возможность задать самые важные для общества вопросы. О ключевых тезисах мы расскажем дальше в блоге, поэтому не приключайтесь, обязательно подписывайтесь. Ну а если сказать общее впечатление от президента, то он был заметно уставший и нервный, вступал в дискуссию и спор с журналистами, забывал вопросы и раздраженно отвечал. Ну а теперь перейдем к главному. Самым ярким и новым стало то, что Зеленский не исключил, что будет баллотироваться в президенты второй раз. Хотя я обещал раньше, что идет только на один срок. Искренне? Одной каденции не хватит. Я иду на один срок, как и говорил. Я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать. Буду думать, у меня есть чем. Также Зеленский не считает зарплаты в 5-6 тысяч гривен бедностью. Так он прокомментировал прогноз ЮНИСЕФ, согласно которому из-за пандемии в Украине 6 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности. Президент уточнил, что ЮНИСЕФ делает прогноз на основании общемировой статистики, сравнивая зарплату с другими странами. Хотя в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата меньше. Это люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен, и они считают их бедными. Да, это очень маленькая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250 долларов – это мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность, все-таки сказал президент. По его словам, в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен представить программу увеличения минимальной зарплаты. Высказался он и по поводу самой фигуры Шмыгаля. Пока у меня лично прошло только два месяца. Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с COVID-19, и я вижу, что мы как минимум мастера спорта по борьбе с COVID-19. Сказал президент и о карантине в Украине. По его словам, сегодня статистика в Украине хорошая. Статистика позволяет некоторые этапы смягчения карантина переносить. У меня есть реальная информация о ситуации с COVID-19 на оккупированных территориях. У нас есть реальное количество людей, которые они там прячут без закона, на которых нет никаких средств защиты. Мы предлагали гуманитарную помощь. Они не берут, прикрывая, что у них все есть. В них ничего нет. Инфекционных больниц в достаточном количестве, средств защиты нет. Я смог напрямую договориться с Красным Крестом, и тогда они запустили гуманитарную помощь от Красного Креста, сказал президент в отношении оккупированных частей. Ну и будут ли обещанные посадки? Вот что ответил президент Зеленский. Что касается приговора господину Порошенко, я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал, это говорится о записях разговоров якобы Порошенко и Байдена. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор это суд, сказал президент. А на вопрос, чем он отличается от того самого пятого президента Порошенко, он ответил, что всем, как физиологически, как и президент. Я болею за эту страну, может я не так хорошо говорю по-украински, как Порошенко, иронично сказал он. Ну и конечно же, что касается России и переговоров. Президент сказал следующую цитату. С Россией необходимо договариваться. Минский формат приоритетный, но возможны и другие форматы, которые приблизят окончание войны, говорит Зеленский. Что касается президента России, мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю, минский формат приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату мне все равно, нам нужен результат, заявил президент. Также он сказал о том, что ему понадобится еще один год для того, чтобы принести мир в Украину. Это были ключевые тезисы из пресс-конференции. Напишите в комментариях, дорогие зрители, какой бы вопрос задали президенту вы, и что ключевого вы услышали на этой пресс-конференции. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вам понравилось это видео, для нас это очень важно.